Я не думаю, что наша власть сделает уступки, потому что, в общем-то, есть и позиция Европы, Америки, которые требуют скорейшего прекращения войны, но я так считаю, что наша власть делает все возможное. Звичайно, власть поддаётся тиску и западных партнеров, и Кремля. Тобто, очевидно, что Украина не является субъектом в любых мінских переговорах, она является объектом. То есть она где-то перегибается под тиском западных партнеров, а где-то под тиском Росии. И она не пытается найти эту субъектность. Тобто, заходу она ей передает за какие-то кредиты, за какие-то материальные подачки. Тобто, в ней полностью в этом плане зависит от нее. Ну, а какой-то решительности для передвигов за свои какие-то там державные интересы, из Росии у нее тоже нет. Тобто, всюду, где можно что-то сделать, она взливает. Ну, принайменно, если так выглядит, на думку обывателя. Ну, например, Минские соглашения был явно проигран при заключении пункта 11, что касается его конкретности, да, что касается того, что его действительно нужно было ставить в исполнение после выполнения тех необходимых действий по угоду войск, по разоружению и так дальше, по проведению выборов на основании украинского законодательства. А сейчас нас поставили в такие условия, что Россия может диктовать, а западные страны заинтересованы в том, чтобы загасить каким-то образом эти конфликты. По-моему, их тоже устраивает такая ситуация, чтобы мы выполняли. Ну, в принципе, общие правила, насколько я понимаю, должно быть таковы. Коль ты стал главой государства, ты отвечаешь за все. Я считаю, что она просто вынуждена уступать, потому что Россия сильнее, и как слабо уступает сильному, в мелочах каких-то это приходится делать. Но в целом, как бы, если брать в целом ситуацию, то она здесь в одобром не таки, ну, не плохо. Потому что слишком жесткая позиция, она привела бы к эскалации конфликта. Официально не идет, неофициально, частично тоже не идет. В принципе, когда наша официальная власть пришла к классе, и, собственно, у нее есть программа, которая наследует, то есть это официальная точка зрения. Неофициально, может, какие-то кулуарные договоренности о чем-то, о чем-либо. В целом, ну, насколько мне известно, никаких уступок нет. Конечно, что идет. Даже судя по тому, что даже берем альто наших ребят. Там же сколько можно терпеть и ждать.